Всем привет! С вами Мария и вы на канале Алмазная Вышивка и не только. Сегодня я хочу рассказать вам, как с помощью счетной алмазной мозаики можно просто и быстро сделать отличный подарок практически любому человеку. Если вы уже давно следите за моим каналом, то вы наверняка заметили, что на его главной странице расположен довольно странный баннер со словами «Алмазная вышивка». На самом деле это схема для счетной алмазной мозаики. Что такое счетная мозаика я уже рассказывала в одном из своих видео, ссылочка на него будет в описании. Изначально я хотела, чтобы на баннере красовались эти буквы, уже выложенные стразами, но все руки не доходили, поэтому я оставила баннер в виде схемы. Сейчас же у меня есть повод к нему вернуться. И я хочу рассказать вам о таком направлении в алмазной вышивке, как алмазные тексты. Можете не искать в интернете, это название я придумала сама. А что я имею в виду под этим, это написание различных текстов в технике «Алмазная вышивка». Дело в том, что существует огромное количество схем вышивки крестом для алфавита. Помимо обычных шрифтов, вы можете найти и буквы, украшенные цветами, и буквы, украшенные мультяшками, различными вензелями, украшениями. В общем, на любой вкус и цвет. Вам достаточно вбить в поиск схемы вышивки крестом «Алфавит». Это можно сделать и в Гугле, и в Пинтересте, где угодно. Я вам больше скажу. Можно найти просто шрифт, который вам нравится, и самостоятельно сделать из него схему. Как это делается, я расскажу в отдельном видео. Но я вас уверяю, что из того обилия схем, которые уже разработаны для алфавита, вы без проблем найдете то, что вам понравится. Конечно, баннер для YouTube-канала – это далеко не единственное применение таких схем. Мне пришло в голову сразу пять идей о том, как с помощью алмазных текстов и счетной мозаики можно просто и быстро сделать подарок. Для этого вам понадобится двусторонний скотч, холст, ну или бумага, или картон. В общем, любая ровная поверхность, к которой приклеится двусторонний скотч. И третье – это стразы. В моем случае мне достаточно двух цветов. Я думаю, что если вы занимаетесь алмазной вышивкой давно, то у вас точно должны быть большие запасы белых страз. Это либо цвет 5200, либо 3865. Любой сойдет. Ими хорошо выкладывать сами буквы. Ну а фон можно выложить любым приятным цветом, которого у вас оказалось в избытке. Либо можно сделать фон полосками. Например, цветами радуги. Верхняя полоска красная, дальше оранжевая, и самая нижняя уже фиолетовая. Можно сделать двухполосный фон, это уже кому как нравится. Здесь все зависит от вашей фантазии, вашего вкуса и наличия у вас тех или иных цветов страз. Схема для выкладывания букв, как правило, очень простая. И вы можете ее даже не наносить на основу. Вы видите, что в качестве ориентира я просто использую край двустороннего скотча. Если вы сомневаетесь, вы можете провести на холсте еще несколько параллельных горизонтальных линий для ориентира. Я уже показывала вам в одном видео, как можно выкладывать алмазку прямо на двойном скотче, без схемы. Это не так сложно, как кажется, конечно, если размеры ваших страз более-менее одинаков. В любом случае, я советую вам сначала попробовать выложить мини-сюжет на маленьком кусочке двойного скотча, перед тем, как переходить уже на большие размеры. Кстати, вернусь к бумаге. У меня многие спрашивали, можно ли делать счетную мозаику не на холсте, а на бумаге или картоне. Конечно, можно. Просто вы должны понимать, что бумага – это куда менее долговечный материал, нежели холст. Она плохо реагирует на влажность, на перепады температуры и так далее. Но это совсем не значит, что ваша работа на бумаге рассыпется за считанные дни. Некоторым моим работам на бумаге уже несколько месяцев, и ведут они себя вполне прилично. Просто я понимаю, что будь они на холсте, их срок службы был бы дольше. А если вы покрываете свои работы лаком, то вы еще больше продлите срок службы даже с бумагой. Но сейчас не об этом. Я хотела рассказать вам о пяти идеях подарка с помощью алмазных текстов, которые пришли мне в голову. Первая идея – это выложить сам текст поздравления. Например, «Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья в личной жизни! Пух!» Вторая идея – это написать изречение великого человека, которое отлично подходит тому, кому вы дарите подарок. Это может быть необязательно изречение, может быть поговорка или устойчивое выражение, или что-то мотивационное, например, бороться и искать, найти и не сдаваться. Третья идея – это написать отрывок из любимого стихотворения или произведения. Может, даже из любимой песни. Ведь у многих людей есть любимая песня, которую они напевают всегда и везде. Например, «От улыбки хмурый день светлей». Четвертая идея – это сделать магнитик с именем. Быстро, дешево, сердито и практично. В качестве примеров я могу показать вам эти три магнитика. Они у меня уже очень давно. Их здорово потрепало время. Я их делала еще до того, как у меня появилась мастерская. Не помню, на какой клей я все это сажала, но уже видно, что стразы немножко поехали. Не помню, почему выбрала эти имена тоже. У меня даже знакомых с таким именем нет. В общем, это был эксперимент. Тогда я сразу сделала очень много таких магнитиков. И вот остались только три. Остальные все растащили на подарки. И пятая идея – это сделать на каждую букву по магнитику. Это уже скорее не подарок, а такой обучающий набор для детей. Им наверняка будет интересно передвигать магнитики с блестящими буквами и составлять из них слова. Хотя, вы знаете, я видела и как взрослые играют с магнитными буквами. Так что спорный вопрос, кому больше понравится такой подарок. Единственное что, если вы делаете магниты, которые собираетесь часто перемещать, то листовой магнит я не советую. Лучше брать маленькие магнитики по типу тех, которые используются в обычных магнитах для маркерных досок. Потому что листовой магнит довольно сложно отдирать от поверхности. Уж если он пристал, так пристал на совесть. На что еще хочу обратить ваше внимание, это на размер шрифта. У надписи, которую я выкладываю, высота основного текста 4 см. А высота заглавной буквы 6 см. Как это посчитать? Очень просто. Одна квадратная стразинка – это 2,5 мм. Одна круглая – это 2,8 мм. Посмотрите по схеме, какова высота вашей буквы в стразинках. И перемножьте. И еще одно. В описании к этому видео я оставлю вам схемы двух алфавитов. Один поменьше, который я использовала для именных магнитиков. Там высота основного текста 2 см. И второй побольше, высотой 4 см. Но он читается и смотрится куда лучше. Ну и повторюсь, как делать такие схемы для алфавитов самостоятельно, я вам обязательно расскажу в одном из следующих видео. А я думаю, что у вас тоже есть множество идей о том, где можно применить тексты в алмазной вышивке. Пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Будет очень интересно почитать. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. У нас впереди много интересного. А я с вами прощаюсь. Всем пока!